Добрый день! Здравствуйте! Слышно нормально? Да. Я попросил сегодня всех присутствовать, чтобы присутствовали те, которые... Кого-то есть претензии, у кого-то есть вопросы, кто-то просто не выполняет то, что неоднократно обсуждалось. Поэтому я предлагаю, значит, сегодня, кто начнет, Володь, кто... Есть это, понял, проектанты, есть представители общественных организаций, значит... И подойдет еще Дора Ивановна. Дора Ивановне, да? Нет, она подойдет буквально 5-7 минут. 5-7 минут она тоже подойдет и скажет ситуацию по стерилизации и так далее. А в Челаке? Подъезжает тоже 5 минут. Понятно. Значит, смотрите, я предлагаю тогда... Вначале предоставить слово общественникам нашим, да, потому что они эти проблемы знают и чувствуют их на себе каждый день. Поэтому вот именно дайте, пожалуйста, анализ вот в ситуациях, которые сегодня есть. И какие моменты вы считаете сегодня самыми проблематичными. Ну, то есть вот с чего вы видите, что нужно начинать и что нужно сделать, чтобы проблему с бездомными животными в Бельцах решить кратчайшие сроки. Я вчера созванивался с Людмилой по телефону. Значит, она должна была кое-какую информацию там подготовить тоже на этот счет. Также я понял, присутствует сегодня кто-то из другой организации еще, да? Любящие сердца. Общественная организация. Вот, давайте по порядку. Я думаю, что вы начнете, потому что я с вами вчера, как вы говорили, вы начнете там, ваши коллеги продолжат, потом. Мы сегодня говорили с Манчиком Андреем Александровичем, сколько реально может ветклиника, как бы в стационаре, чтобы находилось животных. До 20 собак. Больше они принять не могут. Там надо доделки, как бы по территории, я уже говорила, что нам надо добавить сетку, добавить, как бы, немножко площадь. И там, ну вот 20 собак. 20 собак, но на данный момент они нам объясняют, что они могут стерилизовать ИСУК. Мы из своего опыта, я просто покажу фотографию, собака, сделанная 4 мая, операция в частной клинике, и собака, которая 2 месяца назад прооперирована у нас в клинике. Это небо и земля. Это просто и время, и выкинутые деньги, и как содержание там обходится очень. Я считаю нецелесообразным СУК у нас в клинике в летнее время, по крайней мере, вообще стерилизовать. Они не готовы этим. Скажите мне, пожалуйста, вот почему сегодня делают именно в этой клинике, да? Ну, как бы, я слышала такое, что был тендер, и у них есть место, где могут содержать. Кроме них, ни одна частная клиника больше... А кто проводил этот тендер? Скажите мне, пожалуйста. Я не знаю, мне сказали, что был тендер. Нет, нет, это вопрос не к вам, а как к нашим, с прямой рейтой. Насчет тендера я даже не знаю, Георгий. Первый раз слышу вообще за тендер. Я тоже первый раз слышу, что вообще был... Информация... Ну, хорошо, а кто был, кем-то было принято решение, что именно на территории городской клиники будет делаться? Ну, наверное, сейчас Дора Ивановна подойдет, она лучше ответит на этот вопрос, потому что, в принципе, она занималась стерилизацией первоначальных вот этих собак за определенные там деньги общественные. Вот, единственное, что мы сделали, это мы вольеры там установили. Вольеры? Какие вольеры? Сетка, светка установлена, светка там. Так, сетку мы за свои деньги установили. За свои деньги не установили. ДРСУ должно было установить... ДРСУ, да, 4 столбика, нам помогли 4 рабочих. Вот все, что дало ДРСУ. Была команда, им только... Ну, понятно, я знаю, что ДРСУ должно было сделать вольеры, и я знаю, что они сделаны. Сделаны за чьи деньги, из чьих средств? Ну, вы уже сказали, я уже знаю, что за... Вот теперь вы знаете. У нас на данный момент только эта клиника готова принять собак. Да, больше никто не готов. Это да, а остальных физически невозможно в другом месте это делать. Я, насколько тоже помню, Дарья Ивановна говорила, что в городе на сегодняшний день единственное было место, поэтому мы пошли по этому пути, где можно это было делать. Других вариантов просто не было. Там никакие условия, каждый из вас там был и тоже видел, что там... Никаких тендеров никаких не было, это 100%. Нам так было преподнесено, что был тендер по городу. Ну, на самом деле, больше ничего бы им не заниматься. Как тендер, как опыта, как... Откуда про этот тендер? Кто вам сказал, просто вы мне вчера... Я, честно говоря, это был еще февраль месяц. Я стерилизовала свою кошку на БАМе в клинике после этого. Я не помню, кто мне сказал. Честно говоря, вот постараюсь вспомнить, кто мне это сказал. Вот. И позвонила этому ветеринару, говорю, Саша, вы в курсе, что был тендер? Он говорит, а мы даже не участвовали, потому что у нас нет возможности послеоперационного содержания. Ну, то есть, видимо, не дошло просто до официального рода. Ну, хорошо. То есть, я так понимаю, что никакого тендера не было. Нету. Потому что у нас с ними нет никакого договора. То есть, это кто-то там придумал, кто-то кому-то сказал, понимаете. Ну, получается, что так. Значит, смотрите. Там документы к тендеру не готовы еще даже. Ты не понял. Они просто откликнулись на это. Они же попросили, не откликнулись. Они откликнулись. Почему начали стерилизовать? Да, ну, это просто как дружба. Это мы собрались тогда, это чисто помочь в эти ситуации по просьбе. Мы ей персонально дали. И вот людей, которые это сам. Это просто как бы помощь. Все. Георгий, только что созвонился я с Дорой Ивановой и Радюковой. Никакого тендера не было. И ничего, тендер никогда не шла. Они просто предоставили место помещения, я понял, что даже бесплатно, да? Бесплатно, бесплатно. Без оплаты, без каких-либо. И сейчас на данный момент они оказывают очень большую помощь. Они стерилизовали бесплатно, по сути. И стерилизуют, как бы там берут только за медикаменты, за работу ничего. Но когда собак стали завозить туда, по факту никаких медикаментов не было. Когда мы были там со скандалом, через пару дней. Нет, как послушать, я вот вам вчера говорил, вы поймите, вот вы правильно вчера говорили, что вы знаете, что тот ветеринар, ну ветеринар это хирург, понимаете, который бывает хорошим, бывает плохим, бывает с опытом, бывает без опыта. То есть это вы должны рекомендовать, где делать. Там оперирует мальчик, которому 22 года. И Андрей тоже, что вы говорите, Андрей тоже оперирует персонально. Нет, наших он не оперирует. Не оперирует он наших. А наших собак, которых привозили изначально вообще, туда загнали кучу практикантов, резали практиканты. И собака через... Поймите, почему это было? Ведь у нас нет договора. Вот видите, все-таки, я все правильно вчера знал ситуацию о том, что нет тут никакого тендера. То есть вы, ну поймите, ну давайте вот реально, да есть проблема с бездомными животными, да есть проблема, общественники говорят, собак травят. Люди говорят, собаки кусают детей, невозможно выйти на улицу. Есть это проблема, которую надо решить. Окей. Но как и где их оперировать? Ну тут мы рассчитываем на вашу помощь, подсказку, понимаете? Давайте, окей, я возьму на себя весь процесс, связанный с этим. Потому что вчера ребята мне правильно сказали, у нас в бюджете даже нет этих денег. Ну там под стерилизацию животных образов, понимаете? Плюс те деньги, которые вы вчера обозначили, значит, эти деньги мы, там, вот как вы говорите, люди же помогают, как-то медикаменты приносят. Да, и деньгами помогают, но эти деньги мы сейчас стерилизируем. Кто заплачивает стерилизацию какого-то количества животных, правильно? То есть, ну, вместе с людьми буду я это делать, в первую очередь, просто как человек, который любит животных. Просто весь процесс вам в примарии никто не организует. То есть, вы должны, если мальчику 22 года и там нет нормального ветеринара, то у нас в примарии его тоже нет. То есть, давайте тогда оперируем в одном месте, а там их, например, содержим. Они не согласны на это. Они не согласны на это. Значит, рассмотреть возможность найти, может быть, в аренду какое-то помещение в городе, потому что сегодня вот они говорят, на БАМе есть хороший ветеринар, который там чуть ли не там... Он согласен. Вот там совсем небольшие швы там, да, после операции, которые нравятся, но там негде держать собаку. Значит, найти, взять в аренду помещение, где сегодня их держать, понимаете? То есть, как реабилитационный, то есть, вот прооперировали, перевезли туда, понимаете? Потому что на Дверсову ветеринаров нет, в примарии как бы их тоже нет. Понимаете? То есть, тут, что я хотел бы от вас услышать, это, что сегодня... А, я также предложил вчера, говорю, давайте, если есть необходимость, бросим клич, привезем с Кишинева, с соседних районов, как на Клаху. Вот приедут, например, 10 этих ветеринаров, которые будут заниматься этим процессом, понимаете? И за это и платить там какие-то конкретные деньги. Значит, вы, ваша там, общественная организация, любая заключает, заключайте с ними договор. Деньги, значит, средства на это мы найдем. По крайней мере, никаких тетеров производить не будем, потому что это я буду оплачивать из своих личных средств. И так будут быстрее, понимаете? Просто этот весь процесс в примарии организовать точно никто не состоит. Потому что вы должны погреть с ветеринаром и сказать, чтобы не было проблем. Нужны такие-то лекарства, которые мы не используем, потому что они дорогие. Нужны такие-то мази для восстановительного периода и так далее. Это стоит 100 кота. Ветеринар за одну собаку стоит 100 кота лезть и так далее. И вот, например, вы смотрите, что вот это все, например, составляет сумму в месяц там 31 тысячу леев образно. Понимаете? То есть не привязываемся сейчас с ее, будет она больше-меньше, она должна быть обоснована. Чтобы она не была такой, как то, что я услышал вчера и от вас, и то, что я вчера услышал в примарии про проект приюта. Проект приюта для бездомных животных, сейчас мы это отдельно обсудим, надо заботиться с ветеринарами. Сделали проект яхт-клуба, который мне дали, значит, с самыми современными в мире строительными материалами, вышел чуть-чуть дешевле, чем то, что наши проекта дали приют для бездомных животных. Понимаете? Это сейчас обсудим. Поэтому вчера я вас просил посмотреть какие-то помещения, которые есть. На данный момент, пока мы ничего подходящего из того, что есть, не нашли, как бы и со вчера, с вечера до сегодня утра, это маленький срок, будем искать еще. Но у меня есть такое, как бы, предложение. Есть проблема. Да. Есть проблема, потому что если мы возьмем другое помещение, нам, во-первых, надо будет его ауторизировать, начнется другие документы, нам никто это не позволит. Я считаю, что в рамках все-таки ветлечебницы, которая дала добро, расширить там, устроить, они бесплатные. Это и ветлечебница тоже. Кроме ветлечебницы, как занималась этим, пусть и занимается, что проширить. Я просто... Да, да. Если в этой ветлечебнице оперирует сегодня инженер машиностроения или космонавт, это что, нормально? Вот есть ветлечебница, есть ветлечебница. Они же говорят, что сидит парень 22 года, который делает шов собаки полметровый, понимаешь? Я бы не хотел с ними сейчас, с людьми, потому что они еще реально борются за это. Но там есть Андрей, который, он подписал договор с нами. У нас есть трехспородий. Я думаю, да, что мы с Андреем утрясем этот момент. Вот, и все там нормально идет. Мы можем Андрея... Ничего нормального там нет. Если бы там было нормально, то не было бы сегодня проблем. Если бы там было нормально. Люди же говорят, что там ненормально. Там собаки по два месяца в спорционаре, суки. По два месяца они лежат. И швы вот такие вот. Хорошо. Меня не интересует, какой это табор есть у РСУ. И вообще, послушай, вот вопрос РСУ. Значит, сегодня их задача будет, да, привозить туда, куда решите вы, привозить сегодня этих бездомных собак. Понимаете? Вот что я бы хотел. Вот пусть они занимаются их оплопами, тех, что привозят. Например, можем в эту же ветлечебницу. Ну, давайте возьмем туда одного специалиста. Есть этот парень 22 года. Значит, пусть он работает помощником этого хирурга. Понимаете? Найдите нормального хирурга, будем платить ему нормальные деньги. И проблема будет решена автоматически. Потому что если предложат хорошую зарплату, понимаете? Хорошо, Рената Георгиевич, а если вот так еще. Думать, например, решить проблему. У нас есть частный врач, который на БАМе оперирует. Это вместе с тем, что оперируется в ветклинике. Чтобы это как-то расширить. Тот же Александр с БАМа. Мы, например, как частное лицо договариваемся с ним, что вот, например, он один день в неделю выделяет нам и оперирует там 5-10 собак. Мы договариваемся с кем-то, с людьми в частном секторе. Кто может взять, например, 5-6 собак на эти 10 дней. После операции, после него, лично наша собака-дворняжка, 10 дней мы выпустили ее свободно. Она была уже полностью здорова. Я согласен. Вот найти таких 5-6 дворов хотя бы. И вот так как-то договариваться, чтобы люди... Во-первых, собака и постоянно под присмотром получается. В случае какой-то проблемы звонят нам. Ветеринар выезжает. По сути, передержка. По сути, передержка получается. Нам надо несколько человек, активистов таких вот с города, кто в частном... Даже на дачах. Даже на дачах можно люди, которые живут постоянно на даче. Вот собака 10 дней, 2 недели там у них. Здорово, все. Мы взяли ее, вывезли, выпустили в город. В следующую партию. Я вам говорю, что так как у нас нет специалистов, эту ситуацию знаете, чувствуете, болеете за нее больше всего вы, то мы будем действовать согласно вашим рекомендациям. Вот вы говорите привлечь этого парня Александра, хирурга, да? Да. Значит, договаривайтесь с ним, потому что еще раз говорю. Значит, ДРСУ пусть занимается тем, что их привозят туда, куда вы скажете. Куда они решат, куда вы скажете. И за это ваша общественная организация будет выставлять... Вы же примерно смотрите, какие цифры посчитают. Медикаменты, ветеринар, там, послеоперационный уход и так далее. Вот это все выходит в сумму X. И вот эту сумму X вы выставляете счет мне, и я, как общественная организация, буду платить вашей организации. И не надо никаких договоров, госпредприятий и так далее. Понимаете? Хорошо. И это упрощается реальная ситуация. Нужно вам сегодня на организацию процесса. Скажите, вот нужна какая-то сумма сегодня денег. Вот на данный момент... Так что привезли, они не оперировали, мы прооперировали. На эту тему я предлагаю, что вступаем по-другому, чтобы тоже каждый день там не сверяться. Значит, вы подготовьте письмо сегодня. Значит, Гритско есть в Берсик? Нет. Значит, соедините по телефону. Свяжите с Еленой Гритско. Значит, напишите на нее письмо. Значит, по предоставлению, помощи, именно укажите там для чего, операции, медикаменты и так далее. Значит, я вам перечисляю авансом 100 тысяч лей. И вы из этих денег, значит, встал вопрос. Потому что вчера то, что я услышал, что ДРСО пришло, посмотрело, как делать забор, норма ЧАС, норма Советского Союза, норма КПСС, и получилось 20 тысяч лей выставили с метра. Понимаете? Сделать забор. Когда с частниками, это вы сделали за 4 тысячи, сделали мы тоже. ДРСО сказал? Я не знаю, кто от Сени был ходил туда. Леон Георгий, я вас завалю с заблуждением. Мы с метрами не делали. Это ДРСО не делал с метрами. То, что приходил мастер, которого привел Сергей Владимирович, он посмотрел, прикинул, на следующий день он сказал, что примерно это будет стоить 20 тысяч лей. Я была вместе с Сергеем Владимировичем. Это что ДРСО? Это же не ДРСО, это был тот человек, который сказал, там не забор, там мы хотели на 2-3. Мы еще хотели, да? Мы с этими закончиками хотели. Мы изменили. Для чего проектировать 20 тысяч лей, если этих денег нет? Если эта ситуация уже дошла до меня, значит, давайте сейчас вы должны организовать процесс ДРСО, и ДРСО вам должно привозить люди туда, куда вы решили. Понимаете? Поэтому дальше надо купить сетку еще, надо купить пару столбов. То есть, вот я вам говорю, я вам перечисляю массом эти 100 тысяч лей и давайте двигаться. Но я считаю, чтобы не затягивать процесс, вы говорили, что в летнее время определенные операции не рекомендуется делать. Правильно? В крайнем случае, послушайте, задача выйти, грубо говоря, на осень, да, уже с какой-то территории, понимаете? То есть сегодня даже, вот если это выделенная земля, пока наши проектанты с космическим образованием рисуют вольеры с бетонными стенами, с катерцом, Сколько у вас получилось метро? Я слышал, 20 миллионов лей у вас получается? Нет. Товарищи проектанты? А? 18 миллионов 700 тысяч. 18 миллионов? Да. Да. Сколько у вас квадратных метров именно в капитальной конструкции? Я не считаю эти прогулочные площадки, открытые вольеры. Вот здание у вас, сколько квадратных метров? Квадратных метров. Отмен корпус, операционная, госблоки и так далее. Вот сколько у вас этих площадей? У нас закрытые вольеры, 7 вольеров по 200 квадратов, это уже 1400. Административный корпус, да, да, я слушаю вас. Извините, подождите, еще раз. Вы говорите закрытый вольер. Закрытый вольер, это вот как ангар, конечно, чтобы... Нет, это небольшая каменность, 2 метра на полтора, и рядом идет открытый вольер с заседкой, где собака может выйти. Вот по нормам такое, да. Нет, это уже не закрытый вольер. Ну, мы так назвали по генплану, он частично. Нет, хорошо, я вам говорю, вот конкретно капитальных сооружений, капитальных сооружений, не вот эти с выпалами и так далее, вот конкретно. Сколько у вас метров, я же конкретно заду вопрос, админкорпус, госбол, комната отдыха, компания... Владимир Георгиевич, мы сейчас поднесем генплан, и мы ответим полностью на этот вопрос. Давайте я пока скажу вам в отношении тендера. Никакого тендера на стерилизацию собак не было. Была предварительная встреча, где было предложено частным компаниям у нас в кабинете для того, чтобы спросить, кто согласился помогать. После этого было принято решение, что мы начнем собирать донорские средства, кто сколько захочет, сможет дать, для того, чтобы эту работу начали. Работу согласились делать только те, у кого вот делалось до сих пор. Деньги были сразу проплачены в сумме сначала 400 евро, и потом на следующем деньги, которые собирались. На сегодняшний день, после закупки бочки для воды с дами с собакой, у которых около 50 этих собак, осталось 2 600. Эти 2 600 мы передадим общественной организации, пусть они дальше занимаются. От нас будет написано благодарственное письмо за вашим именем всем тем людям, которые согласились нам помочь, потому что среди них были даже доноры, которые прислали эти средства из-за рубежа. На сегодняшний день я не думаю, что общественная организация будет жаловаться на нашу помощь со стороны службы. Без вашей помощи вообще бы там ничего не было. Без которой ты бы не двигалась совершенно. Мы согласны сотрудничать дальше и помогать тех вопросов, которыми они будут нам обращаться. Потому что так будет правильно. И от нас тоже личная благодарность, потому что если бы не Дора Ивановна и Светлана, то это вообще бы все застряло. Слушайте, Дора Ивановна, человек с большим сердцем, она вообще всегда помогает всем. И двуногими, и четырногими, и так далее. Лучше бы, есть некоторые двуногие, которым правда помогать не надо, но как-никак это уже ее решение. Послушайте, значит, мы договоримся об этом. Вы вчера сказали, если я правильно понял, что именно с питанием проблем нет, да? Ну, на то количество собак, которое у нас есть, у нас где-то в запасе всегда 30-40 килограмм корма есть. Есть мешок крупы, кто-то еще... Поэтому возьмите и сделайте нормальный список, да? Потому что есть же... Ну, у меня же тоже есть собаки были всю жизнь, да? То есть есть постоянно какие-то процедуры, да? Ну, то есть, там, которым я обрабатываю, прививки и так далее, и так далее. То есть, уже делайте под ключ, чтобы у нас не заключалось... Чтобы у нас проблема не состоялась только из того, что стерилизовали, зажили, понаблюдали и выпусили, понимаете? То есть, делайте весь комплекс этот, процедур необходимых, чтобы просто я про это... А у нас так и делается. Мы так и покупаем медикаменты, и люди нам приносят, и нас была енка больная, собака лечили. И есть разные проблемы, которые, да, ветеринары даже за свой счет ставят эти медикаменты, а мы, например, им даем другое, то, что у нас там есть в наличии, как бы обмен идет. Так что с этим... У нас не получается так, чтобы порезали и забыли собаку. Там столько собак с лишаями, столько собак с клещами. Они прививки ставили, они лишая лечили. Там, в принципе, ни одной здоровой собаки туда не попадает из этих с улиц. Значит, привлеките несколько... Собак, вот вы вчера с правильной... Есть там у вас там знакомые, пенсионерка очень бодрая. То есть привлеките несколько людей. Вы разговаривали, там проблема в том, что нужны люди, которые там за ними следят, за этими всеми процессами и так далее, правильно? Да, у нас 8 человек с города, причем я могу убежать с работы, Наташа на данный момент не работает. Остальные все работают. Они не могут. Вот у кого когда выходной, мы иногда по одной ходим, потому что некогда. Ну, вы представьте, 20 собак и один человек на них. Ну, хорошо, привлеките этого одного или двух человек, сколько вам нужно. И пенсионерам пособие, понимаете? Просто нужны люди, которые любят животных. И пенсионерам будет какая-то помощь. Договаривайте с ними, озаривайте все эти расходы. Просто то, что я услышал с мета 18 миллионов лет, а как человек, который построил за 10 лет в Москве, либо сам, либо какие-то работы, в которых я участвовал, я все-таки построил сотни тысяч квадратных метров. Я вам могу сказать, что когда говорят с мету 18 миллионов, в нашем случае, да, а считали по нормативам каким? Строительство Байкадора, когда вы определяли метод, что я для себя понимаю. Как вышла эта цифра? Потому что за 18 миллионов лет Тора Ивана собирает всех пенсионеров северо-молдавии. И у меня собаки каждый день будут ходить в Макдональдс, причем вместе со своими последующими щенками и так далее. Они будут кушать в Макдональдсе и в столовой, понимаете? И вечером у каждого будет еще своя нянька. И этих денег хватит, я думаю, где-то лет на 30, понимаете? Что каждая собака будет спать в гостинице Беллс, понимаете? Вот сможем посчитать, взять бы эту всю гостиницу, поселить собак, и будет дешевле этого приюта, понимаете? То, что я слышал. И опять же вопрос, уважаемые господа проекта, это вопрос больше не к вам, а тем, кто вас просил сделать проект. Понимаете? Вот вы наверняка, ну я же понимаю, какие виды работы вы выполняете. Вот к вам же обращаются люди каждый день. Сделайте проект на горах, на подвал, на дом, правильно? На какой-то магазин. Это то, что вы делаете. Сегодня в мире, понимаете, то есть можно сделать квадратный метр. За 500 евро. Можно сделать за 3000 евро квадратный метр. Это мы говорим про на финише стоимость квадрата, который получается. А можно сделать за 20, понимаете? Когда сегодня, вот мне дали конкретно, я вчера почему психанул, потому что, значит, дали предложение на ангар для клуба, несколько тысяч квадратных метров, с подъемниками, где часть денег также стоит оборудование, которое дорогое, это специфическое оборудование. И получается дешевле нашего приюта в Бельсах. Где в Бельсах точно другие зарплаты у строителей, не как в Москве и так далее, понимаете? Сегодня, когда из готовых панелей уже строят дома, которые по уровню, ну если не пяти, то четырехгвездочных отелей, понимаете? Сегодня можно делать в вольерах, вот вы считали, перегородки, да? Вот там, где открыты, вы же говорите, они выходят. Вы что считали? Кованный забор, вот эти молдавские, с виноградными листьями и голубями? Или вы считали сетку рабиц? Вот чтобы я для себя просто понимал. Чтобы я для себя понимал. Можно ответить? А? Можно ответить на ваш вопрос? Да, конечно. Да, Ренат Георгиевич, вот по вопросу перегородки, по нормам она была выполнена, запроектирована из металлической проволоки. Сетку рабицу по нормам не разрешается, ставит на ограждение. Остальные, закрытая часть для содержания собак была выполнена из котельца, в один котелец. Так как по нормам пожарным эти здания должны соответствовать второй степени огнестойкости. Вот эти все, вся начинка всего вот этого приюта, всего комплекса, она была оговорена первоначально с ветеринарами. Вот этот набор помещений. Было задание начинка. Да, да. Извините, ветеринары вам могут говорить, какая нужна операционная, сколько квадратных. Начинка правильно. Сколько им нужно, вот что вам могут говорить. Но из котельца сегодня, Дорова, скажите, пожалуйста, а из пеноблока запрещено строить? Нет, конечно, нет. Не запрещено. Сегодня, 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 из пеноблока запрещено. Нам даже по нормам при проверке в государственных службах нам не запрещается выполнять даже из фортана. Нам фортан запрещен. А пожарники требуют вторую степень огнестойкости. Поэтому был заложен в один котелец, то есть 20 сантиметров это толщина стены. Вопрос не в толщине стены, а вопрос из какого материала. То есть, сегодня замены котельца... Это дороже, потому что выполняется металлический каркас. Сэндвич панели дороже выходят. Мы просчитали. А если металлический, металлический с двух сторон и посреди... Металлический каркас основной, и на него надерживается сэндвич панели. Это дороже намного. Если обшивается металлом, с двух сторон и в середине гусса утеплитель. Намного дороже выходит. Да не дороже. Дороже, мы просчитывали. На сегодня самое главное было бы получить разрешение сделать какую-нибудь огромную сетку для того, чтобы... У нас было предложение сделать предварительно земляные работы, потому что участок очень сложный. Для этого там надо сделать очень большой объем земляных работ. Там надо выкорчевку кустов сделать, вывоз камней, навалов камней. И сделать... Пока будут делаться первые здания в этом комплексе, сделать ограждение, где могут содержаться вот эти животные первоначально. После передержки. Там нужно еще привлекать технику, которой нет уже. Мне сначала надо технику загнать, сделать демблинировку. У нас... Очень там дорогостоящие инженерные сети. Мы только по тех условиям тащим 600 метров водопровода. Устраивается канализационная насосная. Это все деньги. Миллион выходит только сетки. Если так считать... Я вчера задал вопрос, когда рекомендовали этот участок. 600 метров и еще поездные пути сюда входят. Хорошо, что не входят в Приморейске, в Амчалмаре. Тоже можно... Какой участок? Какой участок? Изначально все знали, какой этот участок. Сетей нет. Все было... И мы говорили, что дорогостоящие будут. Мне сказали сразу, что там есть все коммуникации. Нет, нет. Там ничего нет. Рядом, в церковной угрозе. Насосная станция. Здесь миллион только на русских сетях. Там все убито. Это бывший комбинат... Как он называется? Керамзитовый. Керамзитовый не работает больше 25 лет. И все мусор туда сваливали. И там... Две строители... Понятно. Я вам хочу сказать, что очень-очень есть. Да? Когда у вас катализация, сколько, например, в смете? Стоит ее проложить и так далее. Ну, расскажи. Вот. Канализационная насосная сетя нет. Миллион. Миллион. Поздравляем. Насосная канализационная сетя нет. Миллион. Да. Значит, послушайте. Чтобы вы понимали. Миллион. Это сегодня чуть больше 50 тысяч евро. Это канализация. Правильно? Вы знаете, что сегодня есть в мире уже проверено? Вот есть септики. В России, например, это ТАПАС. Где септик на гостиницу из 100 человек. На гостиницу из 100 человек. Значит, стоит сегодня 20 тысяч долларов. А вот все эти переработанные массы, которые потом он выбрасывает, то ими люди поливают огород дома. Вы слышали про такое? Да. Слышали. Так, сегодня на этих собак, я уверен, что нужен септик, равносильный тому, в котором живет 10 человек, да? У которых готов принять, а при аварийном сливе сбросит, значит, готов принимать тонну жидкости. Тонну. Понимаете? Тонну. Вот такой будет стоить сегодня со всеми монтажами, установками и так далее. будет стоить 5 тысяч евро. 6. А вы говорите, канализацию за миллион. Поэтому, я говорю, вы считали так. Вот знаете, как у нас в советское время считали так, чтобы когда закладывается арматура, канализация и так далее, чтобы осталось еще материалов построить на две дачи Политбюро. Зачем канализацию делать миллион, когда, вот я вам говорю, современное решение, которое сегодня используется и в Европе, и в России, где угодно. То же самое и с электричеством. Солнечные батареи, ветряки, пожалуйста. И мы этой электросети независимым, потому что свет очень длинный. Мы не можем поставить, у нас нет разрешения. Здраво заменяем. У нас такие технические условия. А, я, мальчик, куда? На Штефан, я, мальчик, куда тянут канализацию? Ее вверх, на полной станции еще. Так сказали же, канализацию делают другое. Совсем другое предложили. Выглядишь и можно, и тут же, куда тянут. Если вы не имеете в виду этого приюта, то этот септик перерабатывает все массы, которые находятся, и выдаёт чистую воду, которая люди под Москвой поливают огороды. Зайдите на сайт tapas.ru Это собирается, а это собирается. Так объясните, это возможно или невозможно? Что не возможно? Мы должны пройти ещё проверку. Экспертизу не придёт проверку. Мы давно его выносим. А это второе. Не разрешат установку этого септика на территории? Две ветки канализации надо. Что? Ну, говорите, я вас не слышу. По нормам там положено две ветки канализации. Одна бытовая, которая сливается на Штефан Челмаре, а вторая собирается в ямы, вот эти, как вы говорите. Да, коллекторные ямы. Это вторая канализация. Послушайте, какие ямы? Видите, мы говорим с вами на разных языках. Значит, вы хотите сказать, что законодательство Республики Молдова запрещает автономные канализации? Почему? Не запрещает. Ну, вы, вот видите, я вам говорю про септик, а вы про яму. Еще раз говорю. Значит, этот, как его, значит, вот эта установка, которая, значит, сможет обслужить дом, в котором живет 100 человек, 100 человек, госпожа Веселовский. Да, да. Значит, знаете, какую размеру нужно под эту яму? Ну, полтора метра. Короче, метр на полтора и на три. Это устанавливается сегодня в любом месте, не важно, это после Кремля, в Подмосковье, в Молдавии и так далее. А, ну, можно сдуру протянуть и 10 километров канализации. Особенно, как бы, если есть трубы и так далее, которые кому-то мешают, то можно. Я вам говорю, что сегодня значит, автономные канализации не запрещены. Я вам говорю, почему нельзя установить автономные за 6 тысяч евро? Вы говорите, что кто-то не пропустит, кто не пропустит. И так же по другим вещам, которые там стоят, понимаете? То есть я хочу, чтобы мне передали проект и эту смету. И я вам технически аргументирую, и она уменьшится, понимаете? Она уменьшится. Просто так нельзя. Потому что когда на одной канализации миллион лей, ну, еще раз скажу. 700 тысяч. Миллион сетями. Если и лексика, и водопроводом, и канализацией. Тысячу миллионов сетями. Мы перешлем вам полностью распечатку. Сейчас, секунду. Так. Как вы ее называете? Ну? Ничего такого. Ничего. Ничего. Что? Она сказала, что она нельзя делать канализацию, как бы она предложила? Сейчас она подойдет, скажите. Не, ну вы что, не общались? Что она невозможно? Она по тех условиям. По тех условиям, по тех условиям, по теме она работает. По таким она работает. Ну, понятно. Сейчас надо работать, если есть некорпотативы. Вот я, допустим, не знал. Я же, что, канализат предлагает еще Александрович. Так. Володь, вот сейчас я включу свой экран. Вот вы видите мой экран? Да. А? Да. Ну, слушайте, это речь не идет о яме, а это идет серьезная инженерная установка. Понимаете? Вот, например, смотрите, ТАПАС-15, да? Вот вы видите его? Да. Так он выглядит. Видим. Вот. 10-15 человек, так? Поэтому он ТАПАС-15. Вот глубина Коклована 2400, глубина врезки и так далее. Значит, вот сейчас есть, сколько он может принять при аварийном сливе? Вот смотрите, ТАПАС-15 производительность 3 куба метра в сутки объемом залпового спроса 850 литров. Понимаете? Это серьезная инженерная установка, где... Сейчас я вам... Вариант отхода воды. Смотрите. Вот вам вариант отхода воды. То, что говорил. Значит. Ее даже экологи сегодня в России разрешают сливать вовраг, в реки, поливать огород, кроме там, картошки, петрушки, там, и так далее. Понимаете? Каких-то видов сельхоз. Чтобы вы понимаете, в метре, в одном метре от этого устройства там нет никаких запахов, не надо пригонять ассенизаторскую машину. Как надо раз в несколько лет в профилактику делать мой перхер. Там стоят неоновые лампы, которые уничтожают все известные человечеству микробы. И вот ТАПАС-15, а я вас уверяю, что туда в банке даже такой. Заводская цена сегодня цена 2,5 тысячи долларов, пожалуйста. 2,5 тысячи долларов вот стоит эта установка под ключ. И сегодня то есть их можно использовать везде в мире, а нельзя использовать в Молдане, согласен. просто наш совет инженер когда планировал, он же знает, что в городе есть городская канализация. То есть вы можете посчитать и 3 миллиона лет канализации. Я так понимаю, подошел по канализации водопровода, да? Скажите, расскажите, пожалуйста, то есть канализация стоит миллион лет, я это услышал. Скажите, у нас запрещена автономная канализация, Да. В городе в исключительных случаях. Запрещены автономки? Водоканал дает только на подключение к сети общей. автономки. А в исключительных случаях, извините, в какие в водоканалы? Так. Это решает водоканал. Решает водоканал? Да. То есть сегодня это продается в странах Евросоюза, у нас водоканал запрещают? У нас водоканал правильно, разрешает Не водоканал, а Гольберг занимается. Нет, водоканал дает техусловия. Гольберг уже скажем так Я не говорю сегодня в городе про строительство там есть просто емкости. Есть емкости, а я говорю про полностью автономную систему канализации. Вот автономная система канализации. То есть я не говорю установить бочки закопать земле туда сливать оттуда выгребать. Автономная система канализации запрещена у нас? Вы хотите сказать, что полная очистка и повторное использование? Я хочу сказать, что нет. Я хочу сказать, что это все перерабатывается за счет живых бактерий кварцевой лампы и так далее и оттуда выходит чистая вода, которую поливает огороды. Сброс ее или просто согласовать? Что? Вольеры нужно отдельное согласование на выход этих стоков в водоем. Причем тут водоем? Я вам еще раз говорю, поливать во дворе можно. На полив нельзя. Эти воды можно использовать только для сброса водоема, но там нужны большие водоемы. У нас маленькая речка, она не восприняется. Подождите, подождите, извините. Давайте все-таки вы откройте хотя бы для начала запас.ру вы почитайте и потом мы с вами поговорим. То есть сегодня в Европу продают можно, в России можно, причем в заповедниках, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Можно, а теперь как на Волотова нельзя. Техословия меня не нужны. Не нужны никакие водоемы селогреты на пенсионные использования. Если возможно. Говорили что, сказали категоричка что возможно? Оно будет дороже. Как будет здоровья? Здоровья. Юрий Георгиевич, мы отрабатываем на этот момент техническую жизнь не съем. Обсудим потом, взвесимся за и против, а потом переговорим еще раз. Технический вопрос отработает и потом уже нечего отрабатывать. Я не буду слушать этот бред, потому что везде в мире можно обмечать нельзя. Мы о чем говорим сейчас, ребята? Меня упверждают специалистом, что нужны реки, водоемы, куда сливать. А я вам говорю, что там написано можно поливать кроме пищевых продуктов какой-то категории, которые являются лук, петрушка и так далее, и так далее. Люди поливают дома у себя огороды. Не надо это никуда сливать. Поэтому пусть они подготовят обоснование, чтобы не было слова. подготовим основания. Давайте мы... Я понимаю, что я не имею ничего против вашего труда, вашего образования. Послушайте, но сегодня, извините, но есть современные подходы к строительству чего-либо и есть подходы с 60-х годов. Я не критикую, что все, что было, это плохо. Очень много было хорошего. Но сегодня в мире, да, 20-30 лет назад, 50-... Когда вы учились в университете, этих технологий точно не было. Но вы сегодня, когда меня убеждаете, где я знаю очень много объектов, где находится и особенно у рек Особенов есть несколько парков, которые под защитой государства, патронаты президента и так далее. И это все можно в перцах на молодом одежде. Ну, ребят, ну, о чем мы говорим? О чем мы говорим сегодня? Короче, значит, давайте так. Во-первых, я, Володя, очень недоволен тем, что нужно было найти компанию, которая уже реализовывала такие проекты, нужно было покупать готовый проект и так далее. Потому что сегодня идти согласно тому, что нужен котелец, нужно канализация, это было. Я такое ощущение, что я какой стройкой занимался вообще в жизни? Если бы я об этом ничего не понимал, я, может быть, был молчал. Но когда сегодня я вам говорю, что гостиница на территории реки есть на 100 человек, на 150, на 200, в зависимости от количества номеров, и вот эта же вода уходит на поле, там нет никакой пони, никаких запахов и так далее. Дается на это гарание. Есть там даже какие-то евросертификаты и так далее. Меня убеждают другом, я это слушать не буду. Значит, перешлете мне то, что есть, бывает. Да. Плюс я жду в понедельнику информацию. Найдите мне компании. нету там, найдите в Украине, в Румынии, в России, в УАЗ-ВУДЭШ. Мне нужна компания, которая делала эти питомники, которые знают, вот сегодня продаются готовые эти курятники. Там даже они знают, что вода должна быть на расстоянии 20 сантиметров от пола, потому что именно на таком куры пьют и так далее, и так далее. Тут есть нюансы. Потому что наши, если могут проектировать ангар, девятиэтажный дом и так далее, тут немножко своя специфика, понимаете? А сегодня вы даже не хотите посмотреть, что сегодня есть в мире, вы мне убеждаете, нет, нужна канализация за миллион лет. Да не нужна. Это бред сегодня закопанный день. Понимаете? Просто бред закопанный день. Я вам скажу другое, еще посчитаете, сколько платить за канализацию в месяц, и сколько стоит обслуживание вот этой станции. Понимаете? О чем мы сегодня говорили? Володь, мне нужна компания, которая строила эти приюты, потому что тут мы уже приехали, я понял. Просто надо было сразу сказать, что проектирует компания наше будиспальное предприятие, которое никогда не проектировало этих собачьих приютов. И я бы это сразу затормозил. Я же вам четко поставил задачу. они проектировали и взяли еще раз грузообразец. Есть в Черноцах проект, который был учлен год-два назад, по европейскому грамму. Почти такая же территория. Количество собак в полтора раза больше. то есть пошли по такому же пути, как было в Черноцах построено за городом. Для питомника есть определенные условия. Но можно я тебе другое говорю, что я тебя уверяю, что я сделаю стены по евростандарту сегодня, которые будут стоить дешевле катерзан. А у нас же это уже в крови катерец. Катерец. У нас до сих пор также прибивает сетку штукатурят. потом это нужно все выравнивать, потом готовить покраску и так далее. Володя, о чем мы говорим сегодня? И мой квадратный метр будет стоить в два раза дешевле этого. Два раза, понимаешь? Не на 10 процентов, не на 20. Вот для чего я возмущаюсь. Что когда-то был только катерец. Понимаете? А когда-то была только солома и клина. Но вы не хотите даже выйти из тех рамок, которые вы работали всю жизнь. Есть канализация, есть кателеты и так далее. Понимаете? Хорошо нет марки бетона 500. Понимаете? Короче, Володь, я понял. Значит, я прошу, Люд, у вас есть со мной прямой контакт. Значит, мы начинаем двигаться. ДРСУ занимается отловом и привозят к вам, так? у вас связь со мной есть, значит, решите с грязкой с репизитами, я вам перечислю деньги, которые я вам говорил, значит, закупайте все необходимое по медикаментам и так далее, привлекайте бабушку туда, помощники на работу, то есть, вот то, что мы с вами говорили, то есть, нужно привлечь в эту же педлечетницу сегодняшнюю, ветеринар разбама, ветеринар, может быть, есть дроги какой-то, то есть, по крайней мере, подготовиться к осени, если вы говорите, летом, какие-то виды операции нельзя делать, то осенью, чтобы начать, чтобы, как я вам говорил, чтобы не получил, что мы стерилизуем 100 от них, 100 животных, да, 100 собак, а пока мы стерилизуем эти 100, родятся еще 500, понимаете, и мы будем просто вот так родятся, это ни к чему, то есть, это нужно решать, то есть, выйти на осень, чтобы решить это максимально кратчайший срок, лучше потратить больше денег, но решить эту проблему, грубо говоря, на Новый год, понимаете, и потом, и потом будет легче всем, и тогда уже может быть один дежурный ветеринар, который работает, понимаете, ну да, так правильно, но проблема будет решена. Какие предложения еще у вас есть, коллективные вопросы? Мы продолжаем забирать частные донации для того, чтобы каким-то образом поддерживать, или нет? Ну как собираем, если кто-то хочет, кто сдает? Вот это мы и хотели с вами. Был закрыт счет. Благоцелуй, он счет. На эти счет поступают. Нет, почему ты говоришь? Счет, счета есть. На площади, на Новокоседине, на новогоднем празднике, вы помните, полтора года назад устанавливали вот эти урны, да, где, как бы, кто-то на приют животных и так далее. По-моему, на приют животных тогда полмиллиона человек гуляло со всей страны в разные дни, понимаете? а там была что-то тысяча лет. Поэтому, если есть экономический агент, который, я же тоже из своих денег поддерживаю, понимаете? Поэтому, кто-то привезет их продукты, то есть, тут, как бы, знаете, работа для всех открыта, потому что, так и будет, так же, мы делать не будем. Потому что, чем больше муниципальных предприятий, задействовано, чем меньше долг. и это у нас, начиная с собаками, заканчивая ремонтом дорог, которые мы перейдем, сейчас просто отпусти те, которые по этому вопросу. Значит, выйдите туда, на территорию, девочки, не ждите, не ждите ДРСУ и так далее. Выйдите туда. Стоит вопрос, что сегодня, например, или найдете готовую территорию какого-то склада, и так далее. Где просто, где их время нас одержать, понимаете? Мы это говорили, люди вчера. Да? Я буду оплачивать аренду этого здания, если оно не при Марии, а частное какое-то. Я буду. Потому что я уверен, что территорию большим ворон, ну короче, сегодня и на продаже в аренде есть масса всего. Просто этим нужно позаниматься, посмотреть, что есть на Марии или на Кротевятке и так далее. Надо, возьмем в аренду, понимаете? А пока есть эта проблема и так далее, значит, все расходы, по крайней мере, то, что вперед. Надо взять бабушку на работу, берем бабушку. Нужны какие-то присыпки и так далее. Считайте, двигайтесь вперед, пожалуйста. Хорошо. Будут какие-то моменты, вы хотите на меня помочь обсуждать. Хорошо, до конца недели я вам дам плана, плюс одна просьба. Послушайте, я считаю, что нужно писать какое-то заявление полицию и на вам, как общественникам, да? Я хочу, чтобы эти негодяи, особенно, которых привязывают ко мне, да, сегодня кто-то, что вот, люди усадого, травят собак, река, с вами от куберкулеза, спида, непонятно чем. Послушайте, сегодня, значит, пусть поймают этих негодяев, мы даже, мы даже готовы примеровать тех жителей, которые придут и скажут, кто это и чем этих собак травят, потому что, ну, пусть полиция разбирается, а сегодня это может, не дай бог, не знаю, ребенок где-то играется, там, не знаю, кто-то уснул от травы после куматрии не проснется, потому что я то, что читаю про лекарства от куберкулеза и так далее, это вообще бред, понимаете? У нас нет этих лекарств, потому что эти лекарства подотчетны, сегодня мы пригласили госпожу барбуццию, Вы не поняли, сегодня кто-то занимается провокацией, которые вам, которые говорят, там насыпали, там насыпали, а потом сидят в интернете, что вот усад и там, я сам накормлю с травой, я понимаю, неправильно, ну неправильно, это есть и наше, нам вчера прислали очевидцы наши, ну значит не наш, не наш город, у нас же нет лекарств, мы говорят, у нас в городе, лично я вызывала, у нас лекарства от кубка пребывают, у нас есть отравленные собаки, кто этим занимается, кто этим занимается, кто этим занимается, мы его покусили, мы его покусили, мы его делали, мы его забрали, привезли к клинике, пролежала сутки собака, нас лекарства не было, химикаты и так далее, так не может быть, это не должно оставаться без наказа, понимаете. Мы на сегодняшний день написали три заявления по поводу отстрела собак, на банке имеет место еще и такой момент, и написали заявление, попросили разобраться, показали, где находится человек, который отстреливает это, и если сейчас мы еще раз выступим, вот сегодня у нас 2.30 будет конференция, и мы это все скажем, и докажем, что мы действительно хотим сделать хорошее, а кто-то нам мешает, и тогда, если включится город и поймет это, тогда результат будет, а если мы будем молчать, то у нас ничего не получится. А вот значит телефонка, возьмите, прикрепите, дайте какой-то мобильник, кого-то может быть и советник, и дайте, ну то есть, что клуба говорят, потому что бабушка, если позвонит в полицию, в час ночи скажет, у нас тут рассыпают отраву во дворе, те приедут, не приедут, то есть, чтобы был кто-то на связи с наших, чтобы можно было вычислить этих великих отравителей, понимаете, и показать им, пусть весь город знает, кто чем занимается на самом деле. Ну что, если у вас будет, там есть еще ваши коллеги, ваша коллега, вы скажите, потому что вижу, все остальные молчат, есть какие-то вопросы, скажите девочке, что надо, может быть у вас какие-то идеи, вот так получается вы молчите. Нет, на самом деле мы не очень подготовленные, пришли, потому что вот вечером, с вами связались, пока ничего нового сказать не нужно. Девочки, вчера жиловались на нехватку рук, у меня это кирпийский, первое, второе, не определились с тем, если это стать, можно сказать, если стать. что Ренат предложил, взять человека, оплачивать его. Вам хватит одного человека? Я так понимаю, у них хватит одного. Одного хватит, и по-любому приходит волонтер каждый день. Просто поставить человека и не контролировать его, толку не будет. Второй вопрос, кто-нибудь из нас будет приходить туда каждый день. Второй вопрос по поводу, опять же, переписки. Вчера было сказано о том, что нет возможности вскрыть собаку, то есть нет каких-то анализов, реактивов. Как для того, чтобы не было этих провокаций, избежания провокаций по поводу того, что травят туберкулезными препаратами, может быть, есть какая-то возможность сдать куда-то собаку на экспертизу, отравленную, для того, чтобы вы видели. Вот куда? Это в Кишинюр. У нас не в Кишинюр. У нас может только в человеческом роде. Я бы оплатил эти анализы, но давайте в виде не прянуть. Они могут сказать, отравлены или не отравлены? А чем отравлены? Это уже не... У нас нет легистов, которые занимаются животными. Мы можем единственное попробовать обратиться в Синем, которое имеет в Румынии, такую лабораторию. Я попробую это сделать и узнаю. Собаки уже нет. Узнайте, пожалуйста, мне кажется, что этот анализ можно сделать в Кишинюре. Кишинюр есть. В Румынии знают. Нам же не нужен анализ ПНК, который делают в Румынии. Хорошо, я узнала. Если будет такой случай, мы, значит, так и действуем. Потому что сейчас уже некого вскрыгнуть. Нужно знать точно, какой именно орган вести на анализ, если мы найдем лабораторию, которая будет... Потому что это все животное... Вы с девочками на связи. У девочек есть мой ватсап. Есть конкретная проблема. Видите, не дозванивайтесь. Пишите сообщения, всегда читайте. Что, где надо включиться и так далее. И давайте сами будем двигаться. Потому что, ну... Хорошо. Ну, другого варианта сегодня нет. Понимаете? Плюс сегодня решите вопрос с Грископа реквизитов. Значит, я перечислю до конца этой недели или в начале следующей перечислю эти деньги, чтобы они были на счету, откуда вы... Ну, чтобы вы могли начать двигаться. Понимаете? Спасибо. А там на территории посмотреть. Ну, я вам говорю, что если там 600 метров канализация и так далее, там неправильно. Сегодня там нужно... Нужно найти где-то готовую территорию с коммуникациями и так далее. Проще брать в аренду, да? Чем это все строить? Да. Еще раз по поводу территории. Значит, по требованиям строительства этого приюта территория должна быть на окраине города. То есть запрещается против приюта. То есть на территории вообще... 100 метров жилья. Это я в курсе. Но это не меняет ситуацию. Сегодня, я тебе говорю, полузаброшенные бывшие заводы и так далее. Я тебе говорю, что сегодня в интернете есть. Масса объектов. В аренду и на продажу. Понимаешь? У нас сейчас сдаются... Главснаб сдают... Одну секундочку. Главснаб у нас сдают в аренду все там склады, которые на... в стороне молодого. Знаете, там нету жилых корпусов никаких. Так что, может быть, туда выйти, там что-то потребовать? И неужели... Послушайте... Послушайте... Горь, вот ты что-то узнаешь. Девочки что-то найдут. Но давайте, то есть, что-то надо делать. Потому что так больше не будет. Я сегодня, чтобы не делать конкурс, как бы, чтобы быстрее это все запустить, пошел на то, чтобы оплатить проект из своих средств, чтобы как бы было быстрее. В результате я увидел смету на строительство Байконура и так далее. И на этом, как бы все закончилось, сейчас начинаем все сначала. Все, тогда мы на связи, тогда по этому вопросу поняли. Да, сразу предупреждали. Там, если... Геннадий Горькович, я вам мешаюсь, извиняюсь. Если будет заново все делаться, паршивейшего места не могли найти. Надо подобрать нормальное место. Там реально, что канализация, что озеро рядом, что все. Там со всех сторон трипоны есть. Может, какой-то даже, если вы будете начинать по-новому, надо, я считаю, другое место подыскать. Уже хуже места не может быть. Во-первых, там склон. Во-вторых, там озеро. Просто говорите, если делать найти. Найти легко сказать. Я уже никого слушать не буду. Я уже понял, что я должен делать сам. Потому что я сказал, и какая... Дарин Горькович, и все кричали, что она хорошая, лучше не придумаешь. А в результате туда надо в коммуникации и так далее вложить больше денег, чем стоит сегодня решение этой проблемы. Понимаешь? Вот что у нас получилось. Продается... Борь, надо конкретно предложения. Сиди мне, о чем ты говоришь. Мы все подготовим предложения, которые существуют. И мы их предоставим. Готовь там предложения. Разговариваем. Не было разговоров о том, что мы можем взять в аренду. И строить на родной территории? Не строить. А готовые, чтобы были. Взять готовое купить что-то. Что готовое? Ветеринарный готовый. Трагин готовый. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Фондарь какой-то, чтобы там было. Там можно, чтобы были. Либо сбоку. Ты тоже говоришь, что я не хочу. Проект, чтобы пошел экспертизу. Там есть свои нормы и правила. Картина и зона отдельно. Все отдельно. Изоляторы. В процессе строительства можно заменять. Отходы выводили. Понимаешь? Так это надо было прорабатывать. Глава Георгиевич говорит, надо было материалы делать замену. Те, что и по канализации, и по системе. Две системы канализации. Никто не работает. Что две системы канализации? Потребуем. По нормативам две системы канализации. Одна бытовая, одна производственная отдельная. Послушай, это по вашим нормативам. А сегодня, если будет вот этот комплекс, то там будет одна стоять. Или будут стоять два сетки, как вы говорите, если они не должны быть разные. Но вы меня сегодня делаете дураком, убеждаете в том, что нет, это нельзя. Я больше после этого вообще не хочу говорить. Понимаете? Потому что во всем мире можно только в вашем бюро, в вашем бюро. Понимаете? Покажите мне закон, и все написано, что запрещено восстанавливать обстановку. Узнать, есть ли там активы или нет. Это не просто сливная яма. Это комплекс, в том числе, который осуществляет переработку всех этих отходов. И почитайте интернет, поручите внукам, детям. Нам сегодня это все написано. Все, 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 Я хочу понять, чем оно занимается. Понимаешь? Весь город ходит, там делают проекты, и так далее. Так пусть открывает частную фирму, сереле. Пусть открывает частную фирму, сереле платят налоги и так далее. Зачем это муниципальное предприятие сходит? Все, мы поняли задачу. И вообще, подготовьте, вчера, муниципальные предприятия, которые существуют, особенно, сейчас мы поговорим отдельно по РСУ. Понимаете, у нас все так планировано, как сделали, на следующий день, после расстрела Берии. Так у нас и осталось. Да такого быть не может, дорогие товарищи. Норма, час, РСУ, я слушаю, здесь этот бред. И я же езжу в одном городе, поговорю с другом. У нас все сделано, так для того, чтобы было дорого и бестолково. И надо ломать всю эту колхозную систему, которая есть. Понимаете? Давайте будем следующим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok